Не ждите меня В натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще, бля, погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый полушек На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это в натуре Всем привет, это передача на туре И студию ведущий Михаил Меркулов И мой коллега Максим Киселёв Добрый вечер Наступили осенние, холодные Субботние, воскресные вечера Где мы проводим их за футбольным пишетом У нас наступила решающая пора Еврокубков и чемпионата Макс, вот как неожиданно Вроде бы октябрь, когда обычно Мы привыкли к тому, что идёт середина сезона Даже подводить не то что промежуточные Ещё начальные итоги Только итоги Мы только сейчас заканчиваем Играйте чемпионат Вот по финале чемпионов Кубка ЛФЛ Только в конце октября Первого ноября Был ответный матч ФКСП Салтик-2 Очень непривычно Очень необычно Ну и начнём, наверное, как раз с Еврокубков Потому что Сразу анонсируем, что Все четыре Еврокубка Лига чемпионов Кубок ЛФЛ Кубок Москвы и Лигу Москвы Могут забрать западные команды Если мы это и сделаем То у нас будет, во-первых, высоченный рейтинг на будущее Ну и вообще это, конечно, очень будет престижно Самый престижный московский Да и вообще, может быть, российский трофей Это Лига чемпионов Как я уже сказал Салтик-2 приехал в гости к ФКСП Оба коллектива впервые Вру, не впервые Салтик-2 впервые играл в полуфинале Лига чемпионов В ФКСП уже играл Проки в тройке тогда Вот это легендарное Уже противостояние Когда это 4-0 на выезде 3-0 дома И чуть-чуть не хватило для того Чтобы перевести серию в серию пенальти Сейчас ФКСП, наверное, помню о тех неудачах Исправляется И первый матч, напомню, завершился победой Западной команды со счетом 4-1 И, в принципе, игра с Салтиком-2 Она носила Достаточно спокойный характер С той точки зрения Что Ганди Кап 3 мяча Позволял играть от себя Да, вполне Ганди Кап действительно Крупный для такой Серьезной команды Как ФКСП И, в принципе, Особенно не Ураганный темп Не разворачивал команду Ну и не сказать Что прямо Копались Держать счет Там Тянуть время Играли На мой взгляд Очень-очень спокойно Даже несмотря на то Что Михаил Лунин Очень сильно переживал Касательно многих Судейских решений Там у него кипело Но сама команда Вышла Достаточно спокойно Игру проводить Ну, пожалуй, да Я с тобой согласен Селтик 2 В первом тайме Побрекался Немножечко Попытался Что-то создать Конечно Были такие Достаточно Неплохие моменты Были дальние удары Но вот Чего-то Такого Чтобы Вскрикнуть Ах Ох Что Вот сейчас Селтик забьет Такого, по-моему, не было Да В первом тайме точно Все-таки Больше было Подходов И инициативы Вы владел ФКСП Но мне очень понравилось Как вылетал просто В контратаке Селтик 2 За счет Быстрых Карандашова В центре поля За счет Ливоногова Лимонова Они просто За мгновение Доставляли мяч В чужую штрафную площадку Но Снова Георгий Кашакашвили себя здорово проявил Свои удары Все эти Отразил Очень важно это было Не пропустить Вот если неделю назад Наверное Михаил Лунин все-таки Ошибся с кандидатурой вратаря Когда Климовский все-таки При счете 1-1 С титаном Штрафной Пропустил Да, если ты помнишь В ближнем углу Да, то сейчас Кашакашвили сыграл просто великолепно Может быть Чего-то сверх Не сотворил Да, но Минимум Взял свой вратарский Который должен был взять И взял наверное Чуть больше Чем должен был Да, при этом Ну я его выручаю В принципе В нужных Ситуациях И это тоже Такой достаточно Важный момент Первый тайм Был ключевой В этой серии Уже Второго матча Потому что ФК СП не пропустил Хотя Как мы сказали Были некоторые подходы У Селтика 2 Вот Какая-то коряга Что-то Не дай бог Залетело бы Четыре удара в створ Было Георгий отразил Да Штанга была И Из-под перекладины Достал Не какие-то там Мертвые не берущиеся Но вот Свои мячи он отбил Это кстати при том Что он вообще герой матча На мой взгляд Выездного Помнишь Первый тайм На выезде Хотя Эльнар Жамалядинов После матча Сказал Что Как раз В первом матче Они играли Хорошо Но вот Уступили Да Селтик 2 Вот По игре Он Ну просто Переиграл В КСП На мой взгляд Первый тайм Выездного Того матча А здесь Вот Кстати Эльнар Жамалядин Мы с Ильей Лукьяновым Обсуждали Что мы Гораздо большего ждали От этого футболиста И Это лидер Команды Селтик 2 Ничего не смог сделать И даже в том моменте Где у него Во втором тайме В упор Должен был Расстреливать Он Какую-то Передачу Закидушку Максим Ну это все-таки Это полфинала Лиги Чемпионов И здесь Команда Тоже Против Прекрасно Знает Как действовать Против Тоже Хороших игроков И там собраны Тоже классные футболисты Поэтому Не всем всегда Удается себя проявить Заостряем внимание Мы на первом тайме Потому что Я говорю Важно было не пропустить Очень важно Селтик Он побежит вперед Это было понятно И вот сейчас В этот момент Нужно было Обязательно Отметь Во втором Была абсолютно Игра за Прокурорами Ну и первый гол Конечно за Икину Вот Феноменально Не хватает Мне кажется ФКСП Немножко такого Художника На замахе двух Убрать В полуфинале При счете 0-0 Там еще сначала Гейтлер Посадил на пятую точку Да Потом Они вскочили Их посадил на пятую точку Заикин Конечно Да И Тринитадский Там пустые ворота забивает Класс Гейтлер забил второй мяч Похоже Как с Титаном Где-то на пятачке Опять Не хотелось бы Гейтлера называть Таранова типа форвард Но сыграл Вот как Роткнул Да Реабилитировался Кстати за нереализованные Пенальти Да И кстати В эти Вообще В этот уикенд Воскресный У нас Не все ладилось в пенальти Потому что Поговорим чуть позже Тоже не забил пенальти Титан Ну да ладно Да При счете 0-0 ФКСП мог себе позволить не забить Он это Воспользовался Да Этой подсказкой Ну Фомин классный вратарь Кстати У Салтика 2 Тоже Прыгнул Как кошка Из угла Потащил Но Гейтлер все-таки Свой мяч Проткнул Ну И вот третий гол Характерен Да Что ФКСП не стал Опять же Держать мяч Не держать мяч А садиться На свою половину Где-то Охранять счет Они играли в прессинг Прессинговали И Салтика 2 Я не понял вообще Что бы Содо в втором тайме момент Ну кроме забитого мяча Когда там уже 3-0 И 60-я минута идет Такой же Ну логичность В таких ситуациях Гол Два мне момента вспоминаются Вот которые я вспомнил сейчас Жумалединов Вот просто в убойной позиции Там Чуть ли не уже Рядом с вратарской площадкой Он за чем-то Передача стала давать И такой же момент был Когда Абрамяну Забросили Маленького Абрамяна Забыли на дальней штанге И он тоже почему-то не бил А скидывал На дальнюю головой То есть это Это не стало голевыми моментами Ну Потому что Почему-то игроки не пробили А стали пас Вдоль ворот давать Да Ну тоже Даже Малединов Не скричали Я слышал Чтобы Ильнар типа Бейте У него удар пушечный Да Не пошло Но Хорошо Для нашей команды ФКСП Добывает Историческую победу И Выходит В финал Лиги Чемпионов Где Им будет противостоять Пока Победитель пары Интер Селтик Вот Селтик Мог вообще Уникальное Мне кажется Достижение Делать Если бы Селтик 2 Прошел Был бы Финал Селтик Селтик 2 К примеру Селтик 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 Наверное Я тоже Поддержу Потому что Селтик Достаточно часто К нам приезжает Постоянно Селтиком Какая-то команда играет А вот Интер Приходится Видеть Нечасто И Наверное ФКСП Интер Было бы Очень Очень Интересно Селтик Крутая команда Спора Нет Но Интер Это Какие имена Начиная От Александра Филимонова И В поле Какие футболисты играют Выиграли Весь Северо-восток Севера Но Пока ФКСП Может Не беспокоиться И До конца ноября Спокойно Полномерно Готовиться К Финалу Лиги Чемпионов Переходим Мы Кубку ЛФЛ Где Титан Принимал Северное Динамо Мы Обсуждали Как раз Выезд На Флоску Где он Играть Там Удобнее Нежели В Лужниках Поле Позволяет Мы Говорили о Перспективах Второго матча И Вот второй матч Хотел там же играть Хотел там же играть Да, но Пришлось играть в Лужниках И На самом деле Все Не Просто Началось Для Титановцев В первом тайме Потому что Динамо Проезжала Против Трансконтейнера Сюда Собственно говоря Играть В 1-8 Финала И тогда 3-0 Динамо Обыграли Здесь Трансконтейнер После пандемии Смотрелся Очень неплохо Но Динамо Просто не заметила Транспортников И вот сейчас Динамо Знаешь как Орел полетел На какую-то Свою жертву Не побоялся Титана В гостях Ну понятно Что надо было Отыгрывать два мяча И удается Быстрый гол Ты понимаешь Вот это быстрый гол И есть моменты Макс Галихин Известный нам По вступлению На западе Трансконтейнер Имел убойную возможность Там с метр практически Не попадал Еще были моменты Для того чтобы забить Но Динамо не забивает Вот Иван Шамарин После матча сказал Что Знали что Динамо будет действовать В похожей манере Что пойдет вперед Но вот Как то По его словам Матч с импульсом Днем ранее В Кубке Запада Расслабил Как раз Подопечных Архипова Да Интересно Все таки Импульс это Команда из первой лиги Которая внизу И Ну подумали что И Динамо Так можно будет обыграть В полфинале Кубка ФЛ Динамо поперло Еще раз повторюсь Вперед Но вот Титан переждал И Титан К концу первого тайма Уже вел 3-1 Честно говоря Так Что Динамо уже Между собой Начали Простите за выражение Сраться И там чуть ли не до драки На самом деле дошло Между собой То есть Настолько Ну конечно обидно Ты вроде Три момента Пропускаешь Три там за три минуты В конце первого тайма И все И вся игра По сути весь план Все перспективы Они рушатся Ну вот Макс Знаешь Мы с тобой Да вообще Мы в эфире говорили Вот мы там Титан Как ты там полоскаешь Просто мы привыкли К тому что Титан Поражает нас Своей мощью Машина Машина Да Титан сейчас стал Просто другим Я вот там Даже в эфире Я говорю Давай С Ильей Лукьяновым Когда работаю Давай мы не будем С тобой называть Что Титан стал играть плохо Просто По моментам Он там проиграл ФКСП И проиграл Динамо Первые десять минут Ну было же три момента У Титана Нет По моментам По игре Нет Просто Титан стал другим По игре Да Если с Медведем С Нежим Горлуковичем Это была какая-то доминанта Это просто вот Сметение всех и вся То Титан просто стал по другим По другому играть И сейчас мы его пока Не воспринимаем таким Поэтому мы там Ну как-то вот Привыкаем к нему Но при этом Самое главное То есть результат Да Конечно Результат отличный Шесть мячей забить Динамо Которые мы Неоднократно Мы тоже говорили О том Что Динамо Это команда Закрытая Просто пропускающая Немного У которой Вожак играет в обороне Кирилл Орлов Человек который В российской футбольной Премьер-лиге Он то как раз И начал цапаться Ну Это его характер Да Самый шумный Футболист Москвы Я не побоюсь Этого слова Да Ну Даже вот тот же матч С Трансконтейнером Да Где обыграли в сухую Дома Обыграли в сухую здесь В гостях 2-0-3-0 Говорит о том Что Закрытая команда Но тут Они пропустили 6 А в Титан Действительно Это очень круто Ну Во втором тайме Это вообще Титан Действительно Куражится И шансов На то Чтобы Динамо Отыграться Не было никаких Был опять же Не забитый Шахбановым пенальти Плюс Был момент Что Карпов Начал Там Чудить Обыгрывать Чужих Какие-то передачи Давать непонятные И тут же Архипов поменял На Ломоносов Ломоносов выходит Тоже начинает тащить То есть в принципе Лавка работала хорошо Белов выходит Да Джокер прошлого года Раз Сразу забивает Не первым касанием Ну то есть Во втором тайме уже было Все здорово Все на Все Ты решил с концовки первого Да Все Три минуты просто Похоже на игру с ФКСП Когда вроде бы Динамо играет неплохо Имеет моменты Титан просто забивает три И все До свидания Значит скоро Новый год В первом тайме уже елку поставили А во втором уже наряжали Уже Да Что-то в это Приехал даже Посмотреть Представитель СДК Дмитрий Сверидов На своего будущего соперника Они обыграли хайтек От счетом 4-1 И теперь у нас Великолепный финал Две команды Которые вылетели С третьего места Лиги чемпионов В своих групп Теперь сойдутся В финале Но в любом случае Вывеска Кубка ЛФП вообще не хуже Чем Лиги чемпионов Да Мы хотели Кстати Мы хотели Увидеть в финале Хоть мы и видели их уже Против Портера Да Да И ЦДК Часто мы смотрим Двукратные победители Континентальной футбольной лиги Да Очень крутая команда И мы именно их хотели Да Посмотрим в финале Ну да Скорее да Да Ну вот Ждем мы финал По-моему 29 ноября Будет И есть практически месяц Для того чтобы Командам подготовиться Конечно не обойдем стороной мы еще два Еврокубка Это Лига Москвы и Кубок Москвы В Лиге Москвы у нас участвует Портер Который по признанию Максима Курчука И всех его соратников Это Кубковая команда И у которой настрой на Лигу Москвы И Николай Новик Президент Уководитель команды Как раз поставил задачу именно на Лигу Москвы Настраиваться особенно Ну Поговорим мы еще о чемпионате Первой дивизионной позе Где у Портера тоже наладились дела Ну и при этом Свои позиции в Лиге Москвы Команды не Не упускает Да Не отдает И сейчас вот Достаточно уверенно была Обыграна Керамика Чуваши Со счетом 3-0 Здесь В принципе Макс Да Очень круто Действительно Портер СВ Это уже За очередной Кубок борется И Ну Действительно Уже много раз говорили Что Лига Московский Кубок Очередно Лига Московский Кубок Но Всегда в приоритете У Портера СВ Потому что можно взять титул Да Чемпионат первого дивизиона Пойди еще и выиграй А вот Здесь Даже Я бы сказал что Здесь это попроще Но Честно говоря Когда команда в полуфинале 3-0 разбирается И не пропускает Ну это круто очень Ну это хорошо да Но Достаточно длительное время Счет был 0-0 Лишь на 25-й минуте Алексей Подмарков Сумел забить Мяч Потом Половина второго тайма Также была Достаточно Сложная Опять Алексей Подмарков Делает счет 2-0 И Лишь в концовке Артем Шкода Вот Делает счет Комфортным Для того чтобы ехать На юго-восток Ну Так как У команды все-таки Настрой И задача на кубок Я думаю что недооценки Какого-то несбора На ответную игру В эти выходные Не должно быть Да На кону финал И конечно нужно очень внимательно отнестись Потому что все-таки 8 на 8 3-0 Это не гарантия Проходы Это 11 на 11 Отыгрывается все это Поэтому Ухо востро Я думаю Николай Новик Да Максим Кувальчук Это опытные люди Им это не надо объяснять В параллельной Кстати Играет Витязь Восток Динамит Северо-Запад Витязь Восток Поэтому Соперник Будет непростой Динамит Еще совсем недавно Играл в Лиге чемпионов Да Знаменитая команда Очень Связана Самое интересное Самое интересное Что в воротах У Портера Стоял Максим Кувальчук Да Который имеет Вратарское образование Да И очень классно Кстати Играет в раме Макс Но еще круче Отыграть Как раз В полуфинале Полевому игроку На ноль Это вообще Сказка Слушай Интересно А если в финале Если в финале Портера Дай бог выйдет Тоже будет в воротах играть? Ну я думаю Вряд ли Если помнишь Прошлогодний финал Против Цепа По-моему Да На Флотской Слушай У Портера Приехали вообще все Там было столько Игроков Игроков Да Да Классика Ну нет На самом-то деле Без шуток Тогда еще Когда Ульянников играл Я столько Такое количество Футболистов Портера Вообще не видел Никогда У них эта фотка висит в ростере Как раз с победы Да С победы С клубком Да Как раз Вот она там висит Там да Там больше 25 По-моему Ну сейчас Зрители могут видеть Эту Фотографию На ваших Экранах Это как раз После победы В прошлом году На Флотской Мне кажется Это было так давно уже Да Ну у нас уже второй год Идет Сезон Уже больше года Сезон продолжается Да Такой бесконечный сезон Ну и Давай поговорим О другом Матч Это Кубок Москвы Кубок Москвы Где собственно Барс Мой Да Сцепо Против Семь Есть Ну тут особо Такого Голевого пиршества Не получил Всего лишь 1-0 Дима Яршов После раз После перерыва Открыл счет Похоже Гол мы забили Против Дюпеля Когда Иванов Где-то на фланге Поборолся Там углового Прострел И Яршов Замыкает Ну не досчитались У меня самого не было На этой игре После юбилей Я Отпрашивался Я отпрашивался Заранее Да Поэтому Все равно Это был 15-16 человек Но Сложная игра Цепл Хороший Достойный Соперник Финалист Финалист Неоднократный Кстати Бека Циколия Вошел Оттуда Именно оттуда И Команда Север В 8 раз Выигрывали Зеленоград Поэтому Всегда играет Как Интер Северо-восток Да Сейчас Они играют Во вторых лигах На севере Поэтому Играют В Кубке Москвы Как раз победителей Второй лиг сейчас выступает. Еще и первый выиграл, видишь? Ну, посмотрим, посмотрим. Возможно, да, ЦЕП уже длительное время на хороших позициях, стабильный состав. Ну, были моменты, вот ЦЕП могли забить, ну вот и нам где-то... Крепкая команда, я помню, еще по трансляции, когда в финале они с Фениксом 9 играли, очень, да, мне понравились, такая непростая, удачу вам в ответ на ЦЕЧ. Параллельно Star Group играл с Академией Гефеста, вот Star Group это Юг против Академии Гефеста, мне казалось, что как раз Гефест будет в финале, но вот 4-4 после первого матча. Но все равно будет. И на самом деле все очень интересно, на самом деле полфинала получается сложнейший. Давай пожелаем нашим командам, потому что мини-Москва играет. Да, мини-Москва играет в эти выходные. Лига чемпионов, финал и кубок в конце ноября. Мы еще раз поблагодарим ФКСП и Титан с заслуженным проходом дальше. Мини-Москве мы желаем Портеру и Барсу. Да, спасибо. Также выйти в финал, ну и если будет 4 финала, то они все будут на Западе в Лужниках. Такого еще не было, да, однозначно. Хотелось бы, чтобы именно так и случилось. Да, я надеюсь, так и получится. Ну что ж, Максим, давай, наверное, перейдем к внутренним делам и поговорим мы сегодня в передаче с нашим гостем, с экспертом 1-го дивизиона про 1-ю лигу. Ну что ж, друзья, после небольшой паузы, после того, как мы поговорили о Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате Западной премьер-лиги, мы поговорим о 1-м дивизионе. И к нам присоединяется наш сегодняшний гость, эксперт по 1-й лиге Роман Шостак. Всем привет, привет, Рома. Рома, приветствую. Ну, Рома не только эксперт по 1-й лиге, это наш судья, который имеет свой YouTube-канал, блогер, Алло Реф, правильно, Рома, да? Плюс игрок Барса, ну, соответственно, человек, который в любительской футбольной лиге представлен во всех ипостасях. Но сегодня, Рома, мы тебя больше будем использовать как эксперт по 1-му дивизиону, обсудим некоторые моменты. И я бы хотел начать с вами разговор о прошлой неделе. Возвращаясь к прошлой неделе, тогда был центральный матч, это Дюпель-13, Константа. Вот перед матчем, наверное, все-таки фаворитом оказалась Константа, которая прошлась там и по Барсу, да, катком, и вообще сейчас обыгрывала соперников, не замечая. Но вот как-то Дюпель здесь, не знаю, неожиданно-неожиданно обыграл. Ну, Константу, тяжело сказать, что она была явно фаворитом, потому что Константа была на кураже, у нее была серия побед, где уже многие возлагали на нее надежду или шанс зацепиться за медали золотые или серебряные. Но именно в тот день, я общался с Анаром Магаевым, который представитель Константы, он сказал то, что тот день вообще был не их. То есть первого у них подвела организация, они взяли 10 минут, у них опоздали ключу игроки, ну и получается матч они начали в таком немного сумбуре. Дальше, что накануне порвал крестообразные связки Олег Филатов, ведущий игрок у них наряду со всеми остальными хорошими игроками, он обычно, как я... Да, здоровье, Олегу. Олегу, точно, здоровье. Вот он обычно разряжал обстановку своими дальними пушечными ударами и в какие-то переломные моменты Константа выводил вперед, но вот такого игрока в матче с Дюппелем не было. По самой игре Дюппел первый забил и Константа потом пыталась отыграться и, собственно, за счет организации не хватило настроя, не хватило Олега и за счет этого они проиграли и упустили свою возможность в гонке за чемпионатом. Ну, для меня лично этот результат стал немножечко неожиданным, потому что мы проиграли как раз Константе 1-4, хотя бы играли Дюппель. Вот, очень странно, но я вот скажу по своим ощущениям, что с Дюппелем играть легче, не потому что они слабее, нет, потому что они играют в футбол. Они играют в открытый футбол и, наверное, когда вот с нами играешь именно в такой футбол, да, мы примерно с Дюппелем одинаково по уровню, да, команды плюс-минус. Вот, но в открытый все-таки мы... А Константа закрыли? А Константа, она все-таки, вот, второй круг мы играли, ну, мне кажется, более да, да. Мы не форсировали, мы не могли в тот день, Константа тоже не предлагала каких-то открытого футбола. Вот, если... С вами-то там быстро... Ну, может быть, да. То есть... Да, забивали, посмотри, там, мы в центре поля потеря, убегают и забивают, то есть такого, чтобы там разыграть там комбинации и так далее, такого, конечно, не было. Вот, поэтому Константа сыграла на наших там слабых, на своих сильных сторонах, а вот Дюппель, да, он играл в футбол, то есть он не закрывался, он не хотел как-то противодействовать своей тактике, да, именно вот футбольной, так скажем, да, своей излюбленной. То есть они не подстраивались, и поэтому такой результат. Но вот, видимо, в данной игре, мне кажется, все-таки именно сборная, да, подвел Константа, я так понимаю? Сбор, да, и организм, ну, сборная ключевая. Да, и Олег Филатов, я так понимаю, вообще не было уже на игре, да, он, наверное, там, в больнице еще был. И все-таки он же является играющим тренером еще, да, Константы, и это, конечно, огромная потеря, скорейшего выздоровления Олегу. Кстати, вот ты сказал мне про контрнаступление, да, про контратаки. Дюппель у нас, помните, два гола, по-моему, Максима Донских вошли, по-моему, в топ-5 наш, да, один со штрафного он шикарно положил, а второй как раз-таки гол был с контратакой забит, там, стремительно партнер промчался по бровке, прострелили передачи и Донских забивает. То есть, возможно, здесь лидеры, да, плясали не совсем от печки, да, а где-то, может быть, подстраивались под соперника. И еще отмечу, что один из голов в Дюппеле забивает Сархан Рзазаде, бывший игрок Константы. Мы когда про второй дивизион говорили, да, помнишь, отмечали, что ворос Саркисян, забивший Литуали, своей бывшей командой, поднял майку, и там было написано Литуаль, да. Сархан такого не сделал, но все мы хорошо знаем, что он из Константы именно перешел. И вот забил своей лучшей команде. Ну, голевые у нас, получается, матчи среди лидеров. Ром, как думаешь, это вот ожидаемо? Ожидаемо результат Константы идет? Нет, то, что, ну, пять мячей все-таки, это голевые матчи. Голевые, конечно. Вот, то, что так много будет забито. Барс Константы 4-1, вот, Барс Дюпель 2-0, такая более-менее такая. Футбольный счет и все остальное, в принципе, крупные счета. Почему и ожидаемо ли от лидеров такие матчи? Ну, точно не ожидаемо, потому что ожидаемо была борьба среди лидеров. Просто вот этот матч, который мы обсуждаем, это вот повлиял сбор и все, и до этого, собственно, результат. Вот, собственно, поэтому так. Смотрите, обсудили мы, собственно, две команды, Дюпель, Константа. Что у нас есть еще в видео, это Барса Портер, собственно говоря. Обыграли мы, для нас достаточно принципиальный Портер, потому что играет Максим Ковальчук и компания. Плюс для Ковальчука тоже принципиальный мы соперник. Что скажешь про... Сколько лет играл за Барс, Максим Ковальчук? Ну, очень-очень долго, да. 15-й минимум, да? Ну, может быть, где-то в этом районе, да. 6-0, Ром. Что скажешь про Портер? Давай в целом. Портер еще пару месяцев назад находился в зоне вылета. У них была не совсем стабильная ситуация и со старыми результатами, и с игрой. Они после пандемии были в таком неком поиске своей игры, которую они в прошлом году, какую футбол они демонстрировали. Сейчас, на протяжении последних двух месяцев, они из зоны вылета поднялись в середину турнира на таблице, обыграли своих ближайших конкурентов и ребят, которые чуть повыше, там ближе к первой пятерке находятся. И находятся на достаточно хорошем полу. Плюс дополняют это все тем, что они выступают в Лиге Москвы. Они дошли до полуфинала. Где в первый матч обыграли? Да, обыграли. Чувашию Керамик. Да, Чувашия Керамик. У них получается внутренний настрой, внутренний кураж. И, по идее, на Барс они должны были выходить с настроем. То есть, что один из них есть предоставленный матч для них вообще в сезоне. И плюс они на кураже. То есть, то, что 6-0, это не ожидалось даже, как и 4-1. Ну, там, на самом деле, во втором тайме уже. Хотя нет, в первом. Повлиял быстрый гол. Дмитрий Ершов, вратарь, на самом деле, Хусаинов немножечко подвел команду, потому что Ершов бил слева, неудобно, ну, просто по ситуации. И мяч не сели, у него от рук у него залетел за шиворот. Такой вот гол, ну, мне кажется, определивший ход игры. Потому что Портер не хотел, там, немного было замен, они не хотели раскрываться. Вот, если не пропусти, как раз почувствовать уверенность, вот эту, как обычно бывает. Да, вот, сохрани нужный счет хотя бы нули, там, до первого тайма, там, неизвестно, как бы, что сложилось. Но, в принципе, мне кажется, мы контролируем ход матч. Варона хорошая у Портера. Там же и Климкин, там же и Коротков, да, такие ребята вообще опытные, высшей лиги, сколько лет играли. Ну, у Портера, кстати, шесть побед подряд уже одерживают в чемпионате. Ну, включая «Атлантис», конечно, но вот есть так, то игровых, то пять, получается. Да, они просто вырвались. Да, 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 15 очков, собственно говоря. И плюс еще кубковые победы. Еще, да, 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 и кубковые. В сумме, может быть, там, семь или восемь побед. Оторвались от зоны вылет, просто улетели от конкурентов, да? Ну, что, про Барс, что скажешь, собственно… Плохо, ничего не могу сказать. Не, ну, фаворит, фаворит. Смотри, Барс, Дюпель, Константа. Да, вот мы сейчас про них говорим, начинаем мы идти с верхушки. И фаворит, наверное, ну, тройка мы определили, что будет, понятно, распределять места. Вот, Барс, Дюпель, да, вот сейчас вообще уникальная ситуация. По 79 очков вот идут… За счет личной встречи, да, Барс впереди. Ну, про Барс можно сказать то, что начало сезона было вообще провальное. То есть, какие-то результаты, поиск состава, утверждение своей игры, которое сейчас нагонально демонстрирует Барс. И только вот после, грубо говоря, 8-10 тура Барс начал реабилитироваться и подниматься по турнирной таблице. Но на момент того, как начал Барс реабилитироваться, я помню, что Барс занимал 18-е место в первой лиге. То есть, на протяжении сезона на дальней дистанции за счет селекции, за счет отношения ребят к делу Барс на дальней дистанции показал то, что это бидер чемпионата. И в ключевых матчах он, в том числе и с Дюпелем, благодаря этой победе, которая сейчас Барс находится на первом месте, Барс показал, что это достойная команда, которая вправе бороться за золотую медаль. Ну, я надеюсь, что мы не отпустим. Но единственное, мне бы, я сейчас уже как лицо заинтересованное, естественно, говорю, мне бы все-таки хотелось, чтобы, если мы выиграем первую дивизию, то это было не по ранних очков, а все-таки по очкам. Тогда Дюпелем должен где-то оступиться. Но у них, кстати, не проиграет, а Барс одну сыграет в ничью, да? Но у нас календарь сложен. У нас Покаюк, ничейная команда, и у нас Феникс 99, где, в любом случае, я думаю, среди таблицов будет настраиваться. И, да, к тому же он хочет тоже в высшую лигу, и за стыковые места борется команда. Так что да. А у Дюпеля, собственно говоря, Мистерия. Мистерия, да. А еще кто у них интересен? То есть еще не все понятно даже, кто будет чемпионом? Ну, да, да. Я тоже не могу сказать, что точно. У нас там легкий календарь, мы можем пройти. А у Дюпеля подиум. Так что у Дюпеля одна игра, обыгрывай Мистерию, и только вот жди, собственно, Барс. Который... Мистерия обыграть будет тяжело. Ну, да, да, да. У Мистерии, кстати, есть традиция такая, не знаю, насколько суеверная. То, что когда они начинают показывать хороший футбол, им начинают интересоваться журналисты, берут у них интервью. И только после того, как у них берут интервью, у них начинается игровой спад, и они начинают проигрывать. Ну, вот ты начал как раз про Мистерию. Давай про нее продолжим. Победа, во-первых, 7-1 над веером. Какой же, во-первых, игровой спад. После игры, как раз чемпионата, главный тренер Мистерии сказал, типа, интервью. Да, у меня главный тренер, это Саша Симаков. Я еще брал у него интервью, по-моему, после второго тура, или после первого, когда они обыграли импульс. Круто, когда импульс. Весь прошлый сезон с лидерами тогда, не помню, в фамилиях. Они еще тогда играли за импульс, и Мистерия обыграл импульс. Я взял интервью у главного тренера Мистерии, и после этого у них началась такая серия поражений. И потом, когда мы увидимся на полях, он говорит, интервью не бери. Он говорит, мы хотим выигрывать. Ну, вот сейчас тоже, да, получилось, что герой тура был Андрей Дэнг. Вот, да. И мы как раз два раза встречались с Мистерием в чемпионате и в кубке. И вот Илья Симаков как раз после игры тоже сказал все дело в интервью. На самом деле, ну, это шутки шутками, но есть и доля правды же. Видите, в словах это суеверие. Но я считаю, вот к нам Буш приходил из Титана. Пожалуйста, вообще пришел тут, рассказывал, ля-ля-ля-ля. Но это же только для Мистерии работает. Да, да, понимаешь, вот, раз-два раза клопнули. И ФКСП, Феникс обыграли, обыграли Динамо. Вообще вопросы есть? Просто, может быть, тогда, ну, просто так в течение обстоятельств, но все-таки нет. Смотри, тоже момент, да. Перед игрой с Ватутиным, да, у нас просто из Мистери есть игрок Герасим Яковлев. Вот, он там, кстати, один из организаторов тоже. Вот, и сам играет. Он в атлетике долгое время был. Сейчас он там в Мистерии. Сейчас он в Мистерии. И перед Ватутиным мы с ним долго, так сказать, ну, минут 5-7 общались тоже там. Причем я их настраивал на Матуте. Я говорю, вы смотрите, они сейчас прибавили. Они победили, там, Заречи выиграли, там, Арсенала выиграли. Я говорю, они сейчас приезжают, бьются. Я говорю, вы не расхолаживайтесь. Гера, там, он просто тоже еще был с игроком Мистерии. Даже, по-моему, с тренером они были. Вот, они, да, 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 все, поняли, усвоили. Сейчас все, бороться сейчас. 3-3. Не надо забывать, что я журналист, да, при этом. Ну, да, ты виноват. А я, когда вот только начало чемпионата, после пандемии, Рому Зверева встретил за воротами, ну, это уже никак за воротами, короче. И он сказал, да мы хлопнем Кегли. И 3-1 обыграли. 4-1. 4-1, да, да, да. И мы потом смеялись, типа, вот, ну что, я, получается, я с виноват, что Кегли проиграл. Для тебя не будут мистерию трогать перед их матчем. Ну, Мистерия тоже. То есть, наоборот, надо трогать, да? Нет, ну, во-первых, они остаются все равно в стыке. Да, я так понимаю, что у них как раз основной настрой на чемпионат, потому что кубок мы играли в воскресенье 4-0. Я так понимаю, что был неоптимальный состав. Вот, борьбы особо не получилось, как вот, допустим, даже в чемпионате, хотя тоже там мы 4-0 вели после первого тайма, но в втором, в втором, в втором, здорово заиграл. Но там не хватило нескольких, все-таки, футболистов ключевых, того же удаления, когда было сбалки Николаевича, да, да, да. Я думаю, что вот будь Анатолий вот этот и... В центре ведущего. Да, 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 было бы гораздо сложнее. Нет, хорошая играющая команда, несколько таких молодых, хороших ребят. Но все-таки дело в футболе, наверное, все-таки, да. Если бы встречались все-таки с Барсом, все-таки лидер чемпионата, как-никак, да, и давай-не давай интервью, как бы, все равно было бы сложно. Да, но это никто не отрицает. Даже Мистерий, главный тренер, никто не отрицает. Все дело в игре. Да, но вот я говорю, вот сейчас Веер 7-1, вообще крупная победа, ну, наверное, ожидаемо, и Мистерия, наверное, понимала, что сейчас очки вообще терять нельзя. Ну, тут, да, по таблице Мистерия 64 очка, и Пеникс 99 64, Балтика 63. А Мистерия, помнишь, мы когда задавали вопрос в Премьер-либу, не было нам сказано, что они пойдут за них, да, будут бороться. И несколько туров назад, что кто Мистерия, и только несколько туров назад тренеры сказали команде, что ну, точно мы не вылетаем уже. Да, у них же была задача просто к первому дивизиону привыкнуть и остаться в нем, сохраниться. И то есть так случилось, что они выдали тоже такую победную серию, они тоже были там в зоне вылета, и вот сначала с середины первого круга они тоже начали подниматься, и вот они сейчас в зоне спитовых матчей в Премьер-либу. А сейчас Мистерия сохранит место в стыках, выиграет в стыке, и посмотрим еще, где они будут играть. И, кстати, я спрашивал у Саши Симакова то, что будет ли вы бороться, если вы поедете в стыке с командой лиги, они сказали то, что мы сыграем со всеми, а дальше уже посмотрим, как вы думаете. Ну, сыграть-то, естественно, почему не играть, если есть возможность проверить свои силы, но опять же там непонятно сейчас, кто с кем играет, потому что у нас 12 команд. У нас, да, сейчас получилось? Нет, 14, две. Стыков не будет между вышкой и первой лигой. Да. Решатся стыки между командами первой лиги. Да, скорее всего, так. Ну, поэтому… У нас потому что Гатагова нет, вот чего… Ну, да, да, да. Под вопросом. Есть только с Альбионом, да? Есть только с Альбионом. Вот Альбион сейчас выделен у нас в Премьерке вот этим переходным маркером. Ну, Альбион остается и три команды друг в дружкой. Кто-то бездает, тот в Премьерке. Если хочешь. Ну, давайте как раз про них, про Мистериум мы поговорили. Теперь Кегли еще у нас в таковых матчах. Они в этом туре обыграли Impulse 7-3. Кегли вообще, ну, понятно, основную задачу выполнили, они остались где-то вверху, не внизу, да, мог себя спокойно чувствовать. И при этом вот чередуют, я так понимаю, что победы с поражением, да? Это нестабильная команда после пандемии, то есть если до пандемии они показывали стабильный результат и выдавали такой бойцовый футбол, были в хороших физических кондициях, то после пандемии команде явно нужно прибавлять, чтобы вернуть тот прежний темп, который был у них в первом круге. При этом вот с Дюпелем 2-2 сыграли, то есть все-таки настроились несколько туров назад, да, сейчас вот это обыгранно Impulse, который, наоборот, хороший ход, в принципе. Ну да, в концовке, в последние месяцы они выдают более-менее нормальные результаты и не было таких матчей, где они прямо вот жестко проигрывали. Они вот боролись и даже в 50% случаев они вырывали победу и даже пытались выйти из зоны вылет, но шансов очень мало. – Импульс – хорошая команда, быстро, ребята там добавились, молодые пацаны, просто вот мы с импульсом играли, Атлетика там просто ураганный темп был, так там просто по счету 7-2 выиграли, так просто сложилось, а так в принципе первый тайм, я бы даже сказал, что примерно равный был. Хорошо, они очень ощутимо прибавили. Кстати, интересно, да, что после пандемии многие большинство команд задают, то есть хуже играют, а импульс наоборот стал играть лучше. Вот, и надо отметить Заречи, которые просто красавчики, они обыграли Кегли. – Два раза. То есть они в первом круге? – В первом круге, да. И сейчас обыграли Кегли, выиграли у Кеглей, что вообще никто не ожидал. И за счет этой победы Заречи сохраняет шансы. – Мы к Заречи перешли, давайте еще про Кегли с импульсом. У Кегля воротах стоял полевой вообще, Льюзишвили. Вот так вот. И импульс, который, в принципе, сейчас неплохо играет. Правда, получил 16 от Титана в кубке, но это уже другая история. – На 4 забили Титана. – На 4 забили, да, согласен. – Мы получали от вышки, честно говоря. – Вот, и при этом все равно Кегли обыгрывают. То есть, получается, собрались достаточно неплохо. – Знаешь, когда не приезжает вратарь, у защитников, вообще у всей команды есть мотивация не давать бить по воротам. – Ну, тоже верно, да. Да, согласен. – Так как во втором дивизионе я провел 7 матчей во втором дивизионе в воротах, и все понимали то, что если удар, то, скорее всего, гол. Но когда я был в воротах во втором дивизионе за Барс, мы ни разу не приграли. – То есть, ты считаешь, что мы просто играли… – Потому что мы просто все понимали, что бить по воротам не надо давать. Я думал, у Кеглей сейчас такая же история, все понимают то, что вратаря нет и нужно накрывать все. – Да. И, Ром, твой коллега, кстати, тоже примером является то, что ты сейчас говоришь. Руслан Шигапов потащил пенальти после матча веселья на Кубок Новая Москва. – Он, видимо, еще заряжен после коронавируса, но любовь к футболу. – Наверное, да. Ну, вот есть такой момент, да. Ну, понимают люди, что если не будут они накрывать удары до конца, там все просто залетит туда кошелкой и все. – Ну, вот давайте еще одну команду обсудим и вот порассуждаем о возможности выхода, собственно говоря, вот этих стыковых матчей. Это Феникс 99, в этом туре у них техническая победа над Атлантисом. Но зато покажем видео «Турбина Феникс 99» в прошлых выходных, пока как раз под Феникс, под наш разговор, который выступал не очень стабильно в этом чемпионате. Начало было хорошим, потом какой-то был спад, да, где-то опустились в середину, но сейчас вот подобрались максимально к стыкам. И, собственно говоря, судя по таблице, как раз имеет преимущество даже, да. То есть, если команда выигрывает свою игру, у нее на одну игру меньше, то она железно будет как раз в этих стыках, и Сергей Стеблецов там набрал под конец хорошую банну. Что, Ром, про «Феникс 99» ты можешь поведать, на твой взгляд? На мой взгляд, «Феникс 99» мог в этом сезоне выступить гораздо лучше, чем что мы имеем на данный момент. Давай сразу по этому вопросу. Потому что проблема, как и первого «Феникса» — работа. Ну, потому что многие там работают в структуре. «Феникс 99» — наверное, такая же ситуация. Ну, я думаю, да, вторая команда «Феникс 99», поэтому… Ну, даже среди тех, кто приезжает за «Феникс 99», ну, собирается на выходных, обычно это там 10-12 человек, но в основном это их замены у команды. И у них есть такая внутренняя особенность, то есть они вообще не хорошо физически подготовлены. За счет этого они никогда не выступают в борьбе. И плюс там есть некоторые мастеровитые ребята, за счет которых можно было выходить, но, видимо, что-то им не хватает, чтобы в матчах, где они играют со своими середняками, заберли очки и дальше передвигаться к лидерам. Что-то им не хватало, и в некоторых матчах они упускают свои очки, за счет чего теперь они борются только за зону скитовых матчей. Это вот, например, как игра несколько лет назад с «Ультры», да? Да, да, да. Это вообще никто не ожидал. «Ультра» на тот момент тоже себя не очень хорошо чувствовало, они только-только начали собираться более-менее в оптимальном составе, хотя бы там с двумя заменами, потому что раньше они вообще без замен приезжали. И только начали побеждать, и вот «Феникс 99» казалось, что «Ультра» неуступчивые ребята, что «Феникс 99», «Феникс 99» по физическим кондициям явно сильнее, и плюс еще там по мастеровитости можно чуть-чуть сказать, что они сильнее. Но, однако, «Ультра» не является фаворитом в этом матче, а их выигрывает. То есть для «Феникс» это вообще обидное поражение, и такие поражения были на последний сезон с несколькими командами, и для них это ключевое сыграло, то, что они не борются за медали. Ну, «Феникс», наверное, «99», наверное, самая непредсказуемая сейчас команда, которая может действительно обыграть и настроиться на любого, но при этом может потерять очки там, где не надо. Вот если основной сейчас «Феникс» так потихонечку как раз исправляет эту особенность, потихонечку так начинает где-то нащупывать некую стабильность, и состав обновляется, и он балансируется, и Сергей Теблецов все-таки старается, чтобы он был по возможности один, потому что, ну, факторы внешние, да, не позволяют этого быть тоже. То есть большое количество внешних сил и каких-то изменений должно сложиться, чтобы вот в единый пазл, чтобы все собирались. Ну, «Феникс» в «99» такая ситуация, хотя состав там добротный, да, наверное, мог бы побороться и в премьер-лиге. Ну, вот давайте поговорим, собственно. Ну, «Константа» понятно, она еще может побороться и за второе место, теоретически, ну, допустим, но и «Константу» и не догонит никто. То есть это получается, что «Константа», «Кегли», «Мистерия» и «Феникс». Вот четыре команды, да, которые борются сейчас за стыки. Ну, кого убираем? Мне кажется, убираем «Кегли» отсюда, потому что им это нафиг не надо. То есть остается «Мистерия», «Феникс», «Константа». Я думаю, так и будет. Ну, неизвестно. То есть загадывать очень сложно в этой ситуации. Допустим, «Кегли», когда они были лидером чемпионата там четыре или пять недель, они говорили то, что мы будем стараться удерживать первую строчку. Это было еще, ну, когда-нибудь. До пандемии. Ну, тогда. Потом, у них после серии поражений, они говорят, ну, уже нет такого настроя, мотивации, чтобы удерживать первую строчку. Но, когда они поймут, что у них есть шанс зацепиться, может быть, и они как-то внутренне какое-то у них включится самолюбие. Ну, и явно они не будут просто так отдавать матчи. То есть они будут играть на победу в каждом матче. И вполне может получиться, что «Кегли» берешь своих соперников, смогут обыграть. То есть, получается, выкидывать их просто из борьбы за стыки? Ну, не то, что выкидывать. Мне кажется, они сами. Даже больше к тому, что сами они не пойдут, наверное. Но из тех, кто мог бы, кому было бы интересно, «Мистерия», «Константа», «Феникс-99». Из всех команд «Мистерия» не знает, что делать дальше. «Константа» хочет, а «Нар» не хочет. «Феникс-99» хочет. «Феникс-99» хочет. «Феникс-99» хочет. Хочет, да. И они могут. Вот единственная команда, которая может действительно пойти и там задержаться в премьер-лиге. Тут еще «Балтика» в одном очке, но «Балтика» не… Ну, «Балтика» они, да. Я общался с «Мистеровым», Сашей. Он говорит то, что после пандемии вообще они потеряли свою игру. Потому что до возвращения чемпионата они там по выходным играли. То есть, такого большого перерыва у них по футболу не было. Как раз вот, Ром, ты плавно перешел к «Балтике». У нас есть видео. СПК «Юг». Казалось бы, сложный матч. Скорее всего, ничья, но вот… Скорее всего, мало голов. Мало голов, но все получается наоборот. Продолжай. И то, что у них после, ну, после возобновления чемпионата уже получается второй раз, когда вот в августе, они с неким таким настроем лишь бы доиграть чемпионат. И потому что уже футбол у них уже вот здесь вот. И не получается. За счет этого уже, как бы, они там проиграли в ключевые матчи свои за то, чтобы бороться за медали. И уже у них так руки немножко опустились. И они в матче, где они могли выигрывать, они уже за счет недонастроя не проигрывали. То есть, ну, когда чемпионат занавлялся, у них все равно была цель попасть в медали. Потому что, они говорят, давно уже ничего, ну, медали не было, хочется медали. И потом, когда уже в ключевых позициях они там проиграли Дюбеля, они уже поняли то, что все, шансов дальше бороться за медали нет. Нет, практически нет. Ну, при этом в одном очке, да, там, от таковых, ну, практически от таковых матчей, ну, вот здесь на удивление все-таки Балтика как разорвало, можно сказать, по каю, которая считается одной из самых ничейных команд. Второй год подряд уже. Второй год. Мне кажется, в этом году даже больше. В прошлом, по-моему, 12 ничей было. В этом, Макс, сколько? Десять. Ну, еще три тура. Ну, мы сейчас играем в этих. Не, ну, я надеюсь, что... Можно взять интервью у Барса, посмотри, как это работает. Ну, вот, я здесь, бери, Ром, бери. То есть, это работает только, смотри, я беру, то есть, это не работает, да, или кто-то, или Макс берет, или там, наши коллеги берут, то есть, берет только у кого берут. Ну, да, да. Ну, наверное, так. Интересно. Ну, хотя, смотри, мне Рома Долженко, когда брал интервью по Барсу Дублю, мы проиграли пахте 0-2. Получается, Долженко виноват в поражении? Конечно. Абсолютно точно. То, что у меня команда не бежала, да, то, что не забивала, то, что пенальти, да, это все, я не беру вообще. Они свои родные. Да, да, да. Нет, нет, виновата Долженко за то, что мы проиграли пахте в 2-м дивизионе, я понял. Вот, кстати. Скоро новая тенденция пойдет, винить не судья, а журналисты будут проигрывать команды. Да, да. Ну, а что делать? Приходится брать это за себя. Лучше возьмем мы, чем пусть судья, да, пусть они судят спокойно. А нам придется отбиваться. Ну, а что делать? А я буду сюда теперь проводить Буша, в пример. Вот он пришел, и Титан все выиграл. Вопросов нет. Вопросов нет, конечно. Так, что у нас еще есть в серединку? Мы так двигаемся. Ультра-турбина. Вот, ультра. С приходом горячего, я так понимаю, что опять начало... Ну, у Юнцок, я помню, у него была травма. Вот, он восстановился и вот начал приезжать. Плюс еще там какие-то изменения были в составе. То есть, я не могу сейчас сказать, кто именно конкретно. Ну, вот они начали более-менее стабильнее собираться там с 10-12 человек также. И, если вообще, замены были разноценными. То есть, от этого они могли поддерживать темп на протяжении всех 60 минут. То есть, никто не уставал там из 30 минут. В конце они закидывали мячей, как это бывало у них на матче. Вот, и они начали выдавать результаты. У них тоже победная серия, по-моему, 4 или 5 матчей. В первом круге, ты мечтал? Нет, сейчас. Сейчас, сейчас. Но вот сейчас они проиграли «Турбини», которая, наверное, самая нестабильная сейчас команда. Помнишь, мы как его хвалили и говорили они в начале года. Да. Вот «Турбина», кстати, с Владимиром Сонниковым я общался на прошлой неделе по поводу, что у них вообще происходит в команде. И ситуация следующая. Павел Судов, который представитель «Турбины», уже 8 месяцев живет в Ялке. И команда фактически за ними пока дистанционно узнает, что происходит. Плюс ряд игроков, которые выдавали результат положительный в первом круге и вообще в том сезоне, то есть костяк команды, а половина ушла. То есть сейчас приходят новые игроки, и «Турбине» приходится знакомиться с новыми игроками прямо на матче. То есть тренировок у них нет, и чтобы собраться на матче и как-то поддержать свой статус влфл, они кто-то из знакомых кого-то приглашают, сразу напрямую заявляют, приезжают на игру, типа «Рома, Паша, окей, мы играем». Интересно. Подожди, как же Седов у нас, Павел находится в Ялке, и он же как бы руководил командой, правильно? Руководил. То есть сейчас он просто дистанционно за то, что он много лет с «Турбиной» был, он просто интересуется жизнью команды. Но уже все решения Владимир Сонников принимает. – Павел, кстати, продолжает вести Инстаграм. – Это самое главное. – Зачем нам футбол? – Гол, который команда забила, попала в топ, и он под трек Ленинграда этот вот «Эй Ухнин» классический выложил. И, кстати, еще выложил гол «Ультра». И пропускаем мы тоже красиво. – Да. Через себя человек взял языки «Душка». Шаг на зоне принимает, через себя забивает. Тоже красивый гол. – Девять свободных агентов, получается, сейчас у «Турбины», те люди, которые… – Видимо, которые делали «Ультра». – Ну да, да. – Будем постеком на протяжении нескольких лет. – Странно. Есть информация? Почему? Потому что если они свободные агенты, может, поделился с тобой? – Пока нет. То есть я знаю, что просто по каким-то определенным внутренним для них причинам они покинут эту команду, и получается, «Турбины» начинают отдавать результаты такие. – Но при этом, смотри, победа крупная над «Ультрой». – Но до этого, если ты посмотришь результаты, у них есть серия поражений. – Ну да, да. И с «Портером» 1-0. – С самым, наверное, для них удобным соперником, а для «Портера» как раз неудобным. Они не могли никогда обыграть. – Вот в первом круге «Турбина» выигрывала 2-1, 1-0, 3-2. А после того, как косяк сломался, они проигрывают 1-2, 0-1, 2-3. То есть с разницы в один мяч. То есть такая ирония судьбы немножко. В первом круге ты выигрываешь с разницы в один мяч, люди уходят, и потом с разницы в один мяч проигрываешь. – Ну да, интересно. – Из свободных агентов Паша, наверное, приемки платил. Уехал в Ялту. – Или, может быть, с собой в Ялту забрал. – С чемоданом уехал. – Ваш футбол, поехали на солнце. – Кстати, Алим Бакаев забил этот классный гол через себя. Попал он у нас в топ, но там здорово он. – Ультра играл с «Альбьоном» в Кубке Запада и проиграл 5-4. 5-1 проигрывал. И я после матча слышал, как Паша Смык, по-моему, не ругался. В этой команде в кругу стояли по поводу того, что была за игра и так далее. – Несмотря на то, что Альбион представитель Премьер Лиги… – Альбион же недавно выиграл 4-0 у кого? – В «Адидас». – А «Адидас» накануне выиграл у «Титана». Альбион тоже собирался, общался, и Иван Яшов так пихал Гусеву, Виталию. Ну а, с другой стороны, ты звезда, и ты получаешь больше всего. – Как будто ты попал на ТВ. – Ну да, да, да. Соответственно, у тебя больше спроса, и ожидания, и вопросы естественно тоже к тебе больше. Ну это ладно уже, к слову, собственно говоря. Вниз идем в турнирные таблицы. Максим, под запись попала игра твоей команды. – Мы снизу, мы в середине. – Извините, извините, пожалуйста. – Почти в самой середине уже. – Почти, да. Встречались вы с «Вестсайдом», и здесь, судя по счету, крупная победа. – Ну да, 6-2, но здесь надо сразу сказать, что «Вестсайд» был далеко не в оптимальном составе. – Как и с «Фениксом», где 13-1, тогда я у Рома спрашивал, он говорит, у меня не доезжают люди, кто-то на даче. – Там причина была такая паразаричная. «Вестсайд» хотел играть вечером в воскресенье, они были хозяевами, но у нас на вечер в воскресенье уже стояла игра кубковая с «Адидас», а поскольку по регламенту команда не может два матча в один день без своей воли, без своего желания играть, а у у нас возможности такой не было, поэтому игру поставили на субботу. И у него там из дубля очень много людей подъехало, поэтому здесь как бы… – Зато получили практику по конец сезона, значимость команды. – Да, практику, поэтому здесь, конечно… А у нас состав нормальный был, то есть мы смогли собрать хороший. Ну, я думаю, если… Мы в первом круге просто с «Вестсайдом» сыграли 7-7, этот самый смешной результат, наверное. – Ну, у тебя были, мы обсуждали. – В сезоне, да. Вот, я думаю, что если бы Ром как бы… И самого, кстати, его не было, но он так это самое… Рассердился, расстроился, что ему… Он хозяин, а ему не дают поставить на воскресенье. Ну, вот так вот получилось, что у нас кубка… Если бы не было кубка с «Адидасом», то играли бы, когда ему удобно. И я уверен, что интереснее было бы играние, так бы, что мы обыграли. – Ну, здесь есть регламент. Здесь, ну, мы не можем пойти против… – Здесь чисто буква закона, да. – Ну, потому что, если не будет этой буквой закона, то, получается, Атлетика будет играть два матча подряд, там, «Адидас» не сможет… – А кто ему настреливать? – Да, когда команда «Премьер-лиги» должен же какой-то быть там приоритет, она начнет ставить там на воскресенье кубок, да, когда играть. То есть, тоже все взаимосвязано, мне кажется. Ну, здесь все подстраиваются, как могут. Хотя… Вот я по себе даже, значит, по три-четыре игры, два дубля, да, утром, допустим, может играть. Две основы… – И кубок. – Еще кубок. – Еще, да. Ну, тяжело достаточно. Ну, понятно. Может, куда деваться, надо доигрывать чемпионат уже побыстрее, если честно. – Да. – Макс, ну, поздравляем мы тебя с этой победой. – Спасибо. – Что еще? – Ну, это победа, кстати, у Макса Атлетика, вы там были на грани такой. На грани, да. – Можно было бы и вылететь, но вот эта победа вам дала такое… – Выдохнуть. – Да. – Хотя шансы еще есть опуститься. – Ну, шансы-то есть всегда, но… – Встык. – Да. – То, что победа надзвуссайдом реально нужна и в нужное время для вас… – Очень. – Да, очень. – Это круто, потому что если посмотреть таблицу, то есть плюс три очка и уже там можно выдохнуть, спокойно дальше продолжить играть и будет зависеть не все от вас. Потому что если бы вы проиграли, это вообще была бы катастрофа. – Да, мы были бы вот в этом там… – Да. – Давайте посмотрим как раз на турнирную таблицу. Здесь все достаточно интересно. Впереди у нас Барс Дюпель по 79 очков. Третья Константа. Мистерия, Феникс – все очень рядышком. Балтика тоже рядом, но, наверное, она все-таки будет как статист при выходе из… ну, при этих распределении места в стыке. Ультра, да, вроде бы. Помнишь, в начале сезона мы… – Что-то вообще продвижало ей то, что они… – Да, 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 да. Ну, хорошо, команда играла, потом был совсем спад, и раз команда уже на 8-м месяце. – Еще на 8-м она поднялась. – Поднялась, да. – Потому что была у нее серия, когда они были там чуть-то не на 13-м месте, и они могли вылетать. То есть за последние месяцы они выделили ряд побед, только благодаря им они на 8-м месте. ситуация была очень стрёмная для них. – Ультра и Портер СВ – здорово взглядели. – Да. – Ну, почти, да. Они могут еще и Портер СВ тоже на 8-м строчку взмахнуться. – Могут. – СПК-ю, как обычно, в серединке. – Классика. – Классика. – Классика, да. В унисон все сказали. Турбина, наверное, опустилась, да, из тех, кто вот явный спад такой произошел. Ну, и поднимается. Атлетика, Мог, да, твои поднялись. – Поднялись. – Заречья вот там пытается что-то, и, кстати, теоретически могут остаться. – А вот посмотрите, если бы Заречья не обыграла Кегля, у них было бы сейчас 37 очков, добишь 7 от стыкового места. Понимаешь? Да? И остается двух игр. То есть, если бы они Кегля не обыграли, они бы все, выйдут. – Вот Андрей Мерочкин из Заречья не сказал то, что, ну, во-первых, они плохо собирались по этому результаты, а во-вторых, он сказал, что мы будем до последнего биться, но в первом движении мы останемся. В следующем году они проведут трансферную политику настолько хорошую, что они будут железны в пятерке. То есть у них сейчас задача прям вот собираться максимально и выигрывать все остальные матчи, чтобы сохраниться в первой лиге. А в следующем году, говорит, мы найдем шороху. – Они девять свободных агентов Турбины возьмут. – Верно. – Давайте поэтому посмотрим календарь. Срочно двигаемся в календарь, потому что в эти выходные играет Заречья Арсенал. Арсенал, кстати. Корнеев Дмитрий, который представитель этого Арсенала, сказал мне почти отличную вещь. Ну, во-первых, они ударили этот сезон и дальше они уходят ветераны, потому что им уже тяжело играть и не скажешь, что в ветеранах они будут. Но в оставшиеся туры они говорят, мы долго играли в ОПЛ, и у нас нет такого, что мы сдаваться, отдавать матчи и так далее. Просто да, мы физически слабые. Вот можно быть в порядке в голове, но если ты будешь слабым, у тебя будут молодые отбегать, то результата не будет. И вот они будут так же, как и Заречья, будем бороться и стараться играть каждый матч. То есть, получается, два таких аутсайдера, которые борются за выживание в первой лиге, они будут между собой… Ну, а смысл тогда Арсенал? Лучше тогда Заречья не пожелать, а… Самолюбие и самоуважение к себе. То есть, ты же не будешь просто выходить на матч, приезжать, выходить на день, чтобы просто проиграть Заречья. Ну, понятно. И даже уходя, хочется хлопнуть дверью, и одно дело уйти, не вылетев, а другое дело уйти и вылетев. Это в голове говорит о том, что ребята – спортсмены такие настоящие. Что еще из интересного в эти выходные нас ожидает? Феникс 99 встречается с Балтыкой Крылатской, Верхушка тоже играет. Да? Дюпель 13 – Мистерия, конечно же. Все это. Барс – СПК Юг, Атлетика – Тегри. Вот Макс тоже, да? Да. Можете побить. Прилично соберетесь? Ну, у нас там травму Андрей Стайн получил, который у нас 50 голов забил. Это рекорд вообще команды за 22 года существования. В первой лиге у нас никто не забивал такое количество. А Тайна Каидана играет в Атлетике? Ну, он с перерывом. Он просто из Атлетики уходил в высшую лигу. Он за НЗКП играл, за Фемиду играл на Северо-Востоке, за НЗКП «Север». Играл за Энергомаш на Севере. Он где-то года три играл, когда мы еще в Авраге, на Каиде. Он еще играл. И сейчас вернулся этот сезон и прошлый. То есть, пять лет он суммарно. Ну, давай посмотрим на гонку бомбардиров. Андрей Стайн – 50 забитых мячей. Второй Андрей Митрофанов – Константа. У него 42 забитых мяча. Евгений Горячев – Ультра. Если бы не уходил третий забитых мяч и не уходил Мегатитан, наверняка стал бы первым в этом споре. Николай Сосонкин и Артем Антошкин. Пятерку замыкают. Феникс – 99, 35 и 33 мяча соответственно. Антошкин еще в Аглантисе с партнерами. Ну да, да. Ракета та еще бегает с такой скоростью. Ростом он не особый. Негабаритный человек. Но по мысли и по исполнению – это футболист. Молодого Щерышева напоминает. Не Дениса, а папы. Я не помню. Я тоже не помню. Это было очень давно. Я уже не родился тогда. Поговорили мы о первом дивизионе. Давай, Рома, подытожим. Напутай какой-то команды на оставшиеся два тура. Бороться до конца, не сдаваться, не сливать матчи. И в первую очередь получать удовольствие от игры и от приезда на матчи ЛФЛ. С уважением к каждому. Ко всем и каждому. Ко всем и каждому. Да. Роман Шестак, Михаил Меркулов, Максим Киселев. Это была передача на туре. До свидания. Играйте в футбол. Счастливо. Пока.